Как пользоваться счетами и картами должнику в процедуре банкротства? И да, по завершении этой процедуры вы полностью освобождаетесь от долгов. А чего это мне запрещено? Открывать, закрывать счета или получать доход? Как пользоваться счетами и картами должнику в процедуре банкротства? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий 250 плюс успешных дел, эксперт в банкротстве физлиц. Знаете ли вы о том, что с момента введения одной из процедур, будь то реструктуризация долгов, или когда вы признаны банкротом, все счета и карты блокируются? Если да, поставьте лайк этому видео и напишите об этом комментарий. Если вы хотите об этом узнать, все равно поставьте лайк, напишите комментарий. И да, досмотрите видео до конца, я расскажу и поделюсь, как вы можете в процедуре банкротства получать свои кровные деньги быстро. Прежде чем приступлю к разбору темы более детально, я хочу вам сообщить, чем я могу быть для вас полезна. Это проведение процедур банкротства под ключ по всей России. Консультация бесплатная на предмет, подходит ли вам банкротство. А также у меня есть курс по самостоятельному банкротству для граждан, у которых нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах. А также я обучаю юристов всем нюансам банкротного дела. Подробнее в описании. Итак, в соответствии с действующим законом, все счета и карты должника блокируются. Как правило, блокировка происходит после того, как финансовый управляющий сделает публикацию в ЕФРСБ, это Единый федеральный реестр сведений о банкротстве о том, что в отношении вас введена процедура. Что же дальше? Как получать свои деньги, зарплату, пенсию или иной доход в процедуре банкротства? Если в отношении вас введена процедура реструктуризации долгов, то вы самостоятельно получаете через кассу банка ежемесячно в сумме не превышающей 50 тысяч рублей с письменного согласия финансового управляющего. Простым языком, вашу зарплату, пенсию, иной доход вы получаете не более чем 50 тысяч рублей ежемесячно. Хочу заметить, что в некоторых банках требуется личное присутствие финуправляющего, как правило, единоразово, с целью того, чтобы он подтвердил свое согласие на снятие вами денежных средств. И все, после этого, пока идет процедура реструктуризации долгов, она, как правило, идет до 6 месяцев, вы получаете самостоятельно с помощью письменного согласия в кассе банка свои деньги. Если вы признаны банкротом и в отношении вас введена процедура реализации имущества, если кто-то первый раз сталкивается вообще с банкротством и не знает, что такое процедура реализации имущества, бояться не нужно, что единственное жилье будет продано, единственное жилье неприкосновенно. В процедуре реализации имущества только финансовый управляющий открывает и закрывает счета, а также распоряжается всеми денежными средствами должника. В процедуре реализации имущества, как правило, наводится судом сроком до 6 месяцев, может продлеваться. И да, по завершению этой процедуры вы полностью освобождаетесь от долгов. Вы получаете только прожиточный минимум на вас и иждивенцев, при наличии иждивенцев. Картами вы не пользуетесь и счета не открываете. И да, вы обязаны сдать все имеющиеся карты на следующий день после того, как суд вынесет решение о признании вас банкротом. Эти карты вы сдаете финансовому управляющему и передаете по акту приема передач. Как вы получаете свои деньги в процедуре реализации имущества, когда вы признаны банкротом? Как правило, или финансовый управляющий самостоятельно снимает нужную сумму и вам выплачивает, или вы с письменным распоряжением идете в отделение вашего банка и получаете сумму в размере, не превышающий прожиточный минимум. Но некоторые банки категорически не выдают должнику, даже если тот пришел с письменным распоряжением от финансового управляющего, прожиточный минимум. Некоторые банки выдают только финансовому управляющему денежные средства. Но со Сбербанком, как правило, проблем нет. Мои должники по всей России, которые получают в Сбербанке, как правило, без проблем с моим распоряжением снимают нужную сумму, которая указана в распоряжении. А чего это мне запрещено? Открывать, закрывать счета или получать доход более чем прожиточный минимум? Где это написано? Это написано в законе о банкротстве. Статья 213.25, пункт 7 и 9. Рекомендую изучить. И да, если вам хочется, чтобы я больше ссылалась на конкретные нормы действующего закона о банкротстве, напишите об этом в комментариях. Важно! Если вы придете в отделение банка за своими деньгами, чтобы снять их, то настраивайтесь на то, что, как правило, в этот же день деньги вы свои не получите. Как правило, банку требуется плюс-минус несколько дней в некоторых банках и больше этот срок для того, чтобы проверить сведения, для того, чтобы разблокировать ваш счет. Напомню, что банки все автоматически блокируют счета с момента публикации финансовым управляющим сведений о вашем банкротстве. Я бы здесь порекомендовала, чтобы вы договорились со специалистом из отделения банка, чтобы тот вам позвонил, когда счет будет разблокирован. Вы придете и через кассу банка снимете нужную сумму. Важно! Что будет с пенсией, если она поступает также на счет в банке? Что касается пенсии, все то же самое. Все счета карты блокируются, по аналогии, как и с получением иных доходов, я об этом ранее говорила, вы также будете получать свою пенсию. Сейчас актуален вопрос, в каком размере вы будете получать свою пенсию в процедуре банкротства. Есть положительная практика, я и моя команда обкатываем и в ряде дел обкатали, когда пенсионер получает в полном объеме пенсию в процедуре банкротства, в соответствии с законом о страховых пенсиях. Статья 21, пункт 12. Рекомендация, как быстро получать в процедуре банкротства свои деньги. Я рекомендую вам об этом позаботиться заранее. Еще раз напомню, что со Сбербанком, как правило, проблем никаких нет, будь то в реструктуризации долгов или в реализации имущества, получении денег должником. Поэтому я рекомендую вам открыть счет в Сбербанке и перевести получение денег на счет в Сбербанке, чтобы заранее уже деньги поступали вам на счет в Сбербанке. Если у вас в Сбербанке имеется долг и вы боитесь, что если сейчас будет поступление денег на ваш счет или на карту, банк будет автоматически списывать эти суммы, то тогда какие рекомендации? Все равно откройте счет в Сбербанке, пусть он будет пока пустым. После того, как суд ведет одну из процедур, вашему кредитору запрещено будет списывать с одного вашего счета, куда поступает заработная плата или иной доход, в счет погашения долгов. Так как требования все к вам будут предъявляться только в деле о банкротстве, вы эти реквизиты передаете финансовому управляющему и просите, чтобы ваш доход он перевел на основной счет вот именно в Сбербанке. Или самостоятельно вы обращаетесь в пенсионный фонд или к работодателю и просите все ваши поступления перевести на счет в Сбербанке. И здесь вам не нужно будет ждать, когда финансовый управляющий снимет ваши денежные средства или пока финансовый управляющий доедет до отделения банка. Вы самостоятельно идете с письменным распоряжением от финансового управляющего. Например, у вас зарплата 15 в этот же день или на следующий. Подаете документы, которые вам подготовил финуправляющий, ваш счет разблокирует и вы благополучно снимаете денежные средства. Еще раз повторюсь, что как правило по всей России у меня должники со Сбербанком проблем нет. Если вы не хотите связываться со Сбербанком, у вас другой банк и вам хочется с ним работать, я рекомендую также заранее уточнить, какой процесс снятия денежных средств будет в конкретном банке. Потому что ряд банков, так же как Сбербанк, выдают деньги без проблем. Кто-то из банков категорически не выдает без личного участия финансового управляющего. Просто знайте об этом. Если вы будете завязывать финансового управляющего на получение денег в вашей процедуре, то вам придется ждать, когда финансовый управляющий поедет, когда финансовый управляющий снимет, когда вам финансовый управляющий переведет или выдаст эту сумму. На этом по теме видео все. Если было полезно, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И да, если нужна бесплатная консультация по банкротству, контакта в описании. Субтитры создавал DimaTorzok